Мария вместе с четырьмя детьми бежала из казахского села Сартобе. Бежали, прихватив только документы. Там остался муж и дом. Здесь надежда на то, что все же удастся вернуться. Муж сказал, давайте в темноте, свет не включайте, одевайтесь. Кто в чем, короче. Здесь нам помогли с приютом. И родственники, конечно, очень у всех. Многие, конечно, они очень нам помогли. Вот так беженцу встречали на границе. Каждому первым делом вручали весь необходимый набор продуктов в теплое одеяло. И тут же везли к родственникам. Или, если таких не оказывалось, к тем, кто готов был дать крышу над головой. И таких было немало. Равно как и те, кто приходил на пункты сбора гуманитарной помощи и пытался поддержать. Вот эти хлеб, горячий хлеб, только что спекла для вас. Попали ничем невинные люди. Дети попали. Вот они, что они тут сейчас будут делать? Ходи по родственникам. Гуманитарная помощь идет сейчас со всех сторон. И ассамблея сейчас выделяет уже сколько машин едут. С Александровки сел, с Сукулука, с Милиамфана. Полностью что надо. Одеяло, продукты, питание, одежда. Все возможные. Благотворительную помощь люди оказывают. Звонят. Все время звонят. Привозят. Сначала на одну точку в кафе Пекин в Токмаке, где был развернут первый пункт приема гуманитарки. А потом и на вторую в Медресе на Дунварово 170. Собирали и везли самое необходимое. Ну, в принципе, я поняла, тут еще мыломоющие, да, я забыла, что мыломоющие купили. Но самое главное, по домам, где сегодня живут очень многие жители, по 4-5 семей, нужно было именно матрасы, одеяло, я вижу там, детские памперсы, одеяло. Очень здорово, что вообще наша страна осталась в статусе многонациональной страной, потому что мы очень четко чувствуем, что вот именно и на межнациональном только согласии можно дальше вообще говорить о каком-то развитии, продвижении и так далее. А после всю гуманитарную помощь сортировали и распределяли по адресам. Тем, кто по каким-либо причинам не мог прийти за ней лично, отвозили домой. Алло, здравствуйте. Спуститесь, пожалуйста, гуманитарка пришла, заберите. Некоторые оттуда, когда из дома бежали, прям тапочка и летняя, домашняя одежда. Я лично ходил где-то 5-6 семей, отвозил им, что им нужно, продукции и одежда. Помогали все и чем могли. Те же таксисты с того самого дня, как первые беженцы, только пересекли карагыско-казахскую границу, работали бесплатно. И в той же доставке гуманитарной помощи участвовали. Человечность, людям сложно, надо помочь, конечно. Я думаю, в такой момент надо поддержать. Всего карагыско-казахскую границу в эти дни пересекли, по разным данным, от 4 до 14 тысяч человек. Некоторые из них уже стали возвращаться назад, другим пока страшно. Юлия Кулешова, Калысо Муралиев, канал Апрель.